Дорогоценные, мы сегодня начинаем цикл проповедей. Как отыскать свое настоящее Я? Этим вопросом задаются не только христиане. Эти вопросы, они волнуют всех людей. Вот маленький отрывок я вам покажу сейчас, для начала, чтобы вы так сильно не напрягались. Как этим вопросом задаются все люди, даже, может быть, далекие от Бога. А ты кто такой, скажи, пожалуйста? А ты кто такой? Нет, кто ты такой? А ты кто такой? Кто ты такой? Кто ты был вчера? Ты кто такой? Что он такой? Ты кто такой? В общем, там Шура Балаганов и Паниковский, они друг другу задают вопрос, кто ты такой. Вот видите, они все время задают, кто ты такой. Я даже нашел один старый советский плакат, где так и написано, всегда помни, кто ты. Помни, кто ты. И, безусловно, я думаю, что вы видели, может быть, какие-то спектакли, какие-то фильмы, какие-то книги, где люди интересуются, а кто вообще я такой и где я, и как меня найти, как найти себя. Я вот тоже еще маленький фрагмент покажу из спектакля Евгения Гришковца. Так вот как-то в тему, я думаю, это. Про устройство есть вообще очень хороший пример. Но для того, чтобы мне его не то чтобы продемонстрировать, а привести этот пример, мне сейчас нужно будет раздеться. Но вы не волнуйтесь, я до нога раздеваться не буду. Я останусь в белье, в трусах останусь я. И даже ни одной попытки полностью раздеться не сделаю. И причем я ведь, почему прошу вас не волноваться, потому что я же разденусь не для того, чтобы что бы, а для того, чтобы кое-что объяснить про устройство мира, понимаете. И еще есть такая тонкость сейчас, знаете, не только для того, чтобы объяснить, но еще чтобы стало понятно. Может быть, есть какой-то другой пример. Я просто не подобрал. Вы не волнуйтесь, мне не холодно. Сейчас я быстро. И с этим ведь ничего не поделаешь. С этим надо как-то жить. Только вот для чего я знаю, что это вот так? Для чего? Что мне от этого? Вы думаете, я думаю, что это вот так вот, что это я все? Потому что, ну как же, ну, а вообще где я? Где во всем вот этом вот я? Ну, в смысле, понимаете, например, лечили мне зуб. Не долечили, оставили дырку, сказать, завтра придешь, и мы долечим. И дырка в зубе, и язык туда лезет все время. Он туда лезет, а язык-то ведь я, да? Я говорю, как бы языку, говорю, хватит, уже достаточно, все. Не лезь, он лезет. Или щелкаешь семечки, или ешь чипсы, и понимаешь, что уже достаточно, уже вполне достаточно. И даже откладываешь пакетик в сторонку, вот так вот, отложил, и как-то разговаривался с кем-то, и рука сама раз, и в рот. Или, ну как, во мне же что-то еще перетекает, я вот помню, что четыре часа назад я ел рис и курицу. Но я сейчас не хотел бы видеть ни этот рис, ни эту курицу. И там происходят во мне процессы. Причем я эти процессы никак не контролирую. Оттуда только поступают сигналы. Причем я все исполняю. Получил сигнал, пошел исполнять. Без вопросов. А, собственно, кому эти вопросы задавать? Пошел выполнять все. Все выполняю. И, понимаете, там ведь что-то перетекает во мне, какие-то сообщающиеся сосуды. Допустим, прихожу я в оперу. Но это бывает не то, чтобы нечасто. Это редко, скажем так, бывает. Редко. И приходишь, потому что там знатоки в опере всегда. Ходят такие, ходят знатоки. И говорят, а кто сегодня дирижирует? Как, он уже вернулся из Токио? Говорят, вернулся, как удачно. Я думаю, как мне повезло-то, что он вернулся. Хотя я не знаю, о ком идет речь. Ну, думаю, все, мне повезло. Ну, и прибежал-то в последний момент, конечно, голодный, запыхавшийся. Забежал в буфет, ну, и думаю, ну, не есть же я пришел в оперу. И покупаю бутылочку минеральной воды, и выпиваю ее на голодный желудок. И думаю, какое счастье, какой я молодец, как я себя уважаю. Сейчас пять часов искусства. И иду в зал, и только я туда зашел, сел, сразу гаснет люстра. И нежнейшая увертюра, и как мне это нравится все. И так прекрасно, и скрипки так нежно звучат. И в тот самый момент, когда скрипки звучат нежнее всего, там внутри что-то перетекло, в голодном желудке-то, и такой звук бу-бу-бу-бу. А впереди сидит знаток, вот так. Нет, он не сделал так, не сказал мне, молодой человек, побойтесь Бога, или что вы себе позволяете. Нет, нет, он не сделал так, он же знаток, он просто сделал вот так. И все. И в этот момент для меня опера закончилась. И так хочется сказать этому знатоку, сказать, извините меня, пожалуйста. Вот нечего так на меня смотреть. Вы знаете, это ведь произошло не от моего дурного воспитания. Я даже если бы захотел такой звук сделать, у меня бы не получилось, понимаете? Мы в другой ситуации еще вас послушаем. Но сижу в темном зале, оперу уже не слушаю. Конечно, ничего этому знатоку не говорю. Сижу, понимаю, что сделал-то это не я, а сделал это что-то вот это вот. Понимаю, что сделал это не я, но стыдно-то при этом мне. Потому что для всех-то это я. Вот вы сейчас смотрите на меня, стоит человек, машет руками. У вас никаких вопросов. Вы меня видите вот так. А я-то вижу себя по-другому. У меня много вопросов. Я вот, например, смотрю на себя из мозга вот так вот. И есть несколько вопросов. Например, а почему именно так? Могло бы быть по-другому. Могло бы быть получше. Или, скажем, вообще другого пола. Или вот смотрите. Вот раньше волос не было, потом они выросли. И вот, хотя я не заказывал. И теперь, ну, вместе со всем вот этим, это все я. Или пришел, ну, причем, ну, смотрите. Пришел я в парикмахерскую. У меня, ну, приличный вид какой-то. И вдруг как-то там у этой парикмахерши неудачный день. И она как-то раз меня так постригла, что я ни на кого не стал похож. А ведь это же я, это же мои волосы. Ну, я же не могу сделать так вот. Усилием воли так. Раз и стоп. Или наоборот. Все как бы я. И все мое. Где же я-то? Я же смотрю вот на свои руки и понимаю. Ну, вот мои руки. Вот пальцы вот здесь. Вот они, пальцы на руках что-то могут. На правой получше, на левой похуже. У кого-то наоборот. А на ногах-то пальцы зачем? Тоже пальцы, тоже я. Чего они могут? Что они вообще? И получается, где я? Где я? Ну, не здесь, не вот тут. Все мое, а где я? Ну, так где же вы находитесь-то? Евгений Гришковец в такой шуточной форме рассказал, как часто то, что думаем-то мы, а на самом деле это и не мы. Мы это никаким образом не контролируем. Поэтому давайте отыщем свое настоящее «я». Эта тема поможет не только тебе лучше молиться и искать Господа и общаться с Богом. В еврейском дословно слово «грех» переводится «пройти мимо цели». Помните? Много в нашей жизни зла и проблем, когда мы ищем себя не там, где мы есть. Когда мы воспринимаем себя не настоящего, а иллюзию. Поэтому древние греки и говорили «познай самого себя». И немецкий философ Канте, он говорил, что этот вопрос – начало всей мудрости. Познай самого себя. И вот чтобы определить, кто же я, давайте как бы начнем с того, а кем же я не являюсь. И мы отлично помним в библейской школе, на библейских курсах, что человек троичен, состоит из духа, души и тела. И вот давайте начнем «тело», греческое слово «сомма». Мы с вами разберем, какие же существуют иллюзии, связанные с нашим телом. Иллюзии нашего «я». И самая первая иллюзия, о которой мы сегодня поговорим – иллюзия номер один. Мое «я» – это физическая материя. То есть вот это мое физическое тело и есть мое «я». Я понимаю, что мы говорим об этом в церкви, где, по идее, нет материалистов. Однако вот материализм, он настолько пропитал наш мир и всю систему образования. Мы живем в мире материалистическом в основном. И исходя из этого люди строят свою жизнь. И они говорят, что реальность – это материя. А все остальное – это всякие недоказанные теории, это не поймешь что. А вот материя – это реальность. Поэтому большинство людей на этой земле отождествляют себя с телом. «Я» – это тело. Умирает тело. Исчезаю я. Исчезает мое «я». Поэтому кто такой «я»? Я красавец или, наоборот, урод. Я толстый или, наоборот, худой. Я высокий или, наоборот, низкий. И люди себя отождествляют со своим телом. Какое оно? Вот я удался. Вот у меня вот такое вот. Я вот такой вот. Или, наоборот, как-то вот не повезло мне с собой. И оценивают друг друга по внешности. Не случайно говорят – встречают по одежке. Ну, поговорка оптимистичная очень. Потому что чаще всего и провожают по одежке. По телу судят о человеке. Хочешь быть лучше? Хочешь, чтобы ты был лучше? Хочу. Занимайся своим телом. Занимайся. То есть тело всегда популярно. Чем лучше ты выглядишь, тем лучше ты есть. И понятно, что есть разные стандарты красоты в разное время. Там, в той же Древней Греции, мы видим стандарт женской красоты. Вот статуи Афродиты. Вот красавица. Ну, исходя из сегодняшних критериев, это просто толстуха. Она не вызывает такое. Ой, думаешь, ой-ой-ой-ой. Ей надо куда-нибудь на фитнес идти. Сегодня другие стандарты красоты. Поэтому сегодня такие проблемы, как анорексия, да? Когда люди думают, что чем я худей, тем я красивей, тем я лучше. Потому что хочешь быть лучше – хочу. Худей. Худей. А сегодня бы, вот если взять любую модель и отнести ее куда-нибудь в Древнюю Грецию, кроме как сожаления, она бы там не вызвала других эмоций. Думаешь, бедная ты, бедная. Давайте откроем 1 Тимофею, 4 глава. У нас на втором экране, да, будут места из Священного Писания. 1 Тимофея, 4 глава, 7 стих. Мы начнем не сначала, а со второй части стиха. Смотрите. Апостол говорит, упражняй себя в благочестии. Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Смотрите. У нашего физического тела нет обетования будущей жизни. Нет. Благочестие важно и сейчас, и потом. Физическое наше тело важно сейчас. Но обетования будущей жизни нет. Почему? Потому что это не мы. Это лишь то, что нам дано на какое-то время. Вот поэтому, смотрите, римлянам, 13 глава, 14 стих. Павел также пишет, смотрите, облетитесь в Господа нашего и Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти. То есть физическое упражнение, оно не то, что вредно, оно полезно. Павел говорит, что оно не так полезно, как духовное упражнение. Потому что физическое упражнение, оно для тела нужно. Но это имеет значение только здесь, на земле. А благочестие имеет и здесь значение, и в вечности значение. Поэтому нет вреда заниматься своим здоровьем. Нет ничего плохого в том, чтобы заниматься своим телом. Проблема, когда для нас это становится главным в жизни. Понимаете? Поэтому нужно печься о своем теле, чтобы полноценно жить на земле. Полноценно жить на земле. Мы когда летом отдыхали, мы видели, какое громадное количество за границей пожилых людей передвигаются на курортах в таких электрических колясках. Это не потому, что там больных больше. Просто у нас пожилые люди в таком состоянии часто не могут никуда выехать из своего дома, из своего города. А там могут. И вот они передвигаются. И смотришь, люди за 60, за 70 лет уже не могут сами идти на пляж. И ездят. И смотришь на них и думаешь, о господи, пока мне 40, надо заниматься, чтобы в 70 лет нормально двигаться. Потому что когда уже это понимаешь, порой поздно. Порой поздно. То есть нужно заниматься физическим упражнением. Нужно. Но когда для нас это главное в жизни, когда мы из нашего тела делаем культ и попечение о плоти превращаем в похоти. Вот это проблема. Понимаете? Потому что это не ты. Это то, что тебе дано здесь на земле. Занимайся этим, чтобы как можно более полноценно жить здесь на земле. Но не живи в иллюзиях, что это все, что у тебя есть. Не живи в иллюзиях, что это есть ты настоящий. Когда забота о теле переходит грань и становится нашим «я», то мы начинаем служить уже нашему телу. Я даже с такими вещами сталкивался, когда какая-нибудь верующая сестра, она вдруг смотрела на себя в зеркало и думает, сегодня я плохо выгляжу, сегодня не пойду на собрание, не хочу, чтобы кто-нибудь меня такой видел. То есть когда уже твое тело, оно руководит твоей жизнью. Но мы – это не тело. Почему? А потому что мы можем жить без частей нашего тела. Вот, например, есть трагические случаи, когда люди оказываются без рук и без ног. И что получается теперь? Вот нет у человека ног, и его «я» уменьшилось? У человека нет ног, но он внутри себя ощущает таким же полноценным, просто физически ограниченным. Понимаете, да? То есть он лишился каких-то физических возможностей, но он не изменился где-то вот в своей сути. Его суть-то остается прежней. А не то, что как вот тот же Гришковец шутил, что вот ногти, вот были ногти, красиво потом обрезал, и уже все неприятно. И как бы частичка тебя ушла. Или, например, сидишь у стоматолога, там тебе лечат зубы, и говорят, сплюньте, и ты выплюнул часть себя. Нет? Ты выплюнул какую-то там слизь из своего тела, но тебя-то меньше не стало, потому что ты не тело, и ты не какая-то, не какая-то слизь. Поэтому, что такое «я»? Некоторое сердце, вот это сердце важное. Но в нашем время уже люди живут с искусственным сердцем. Вроде бы сердце такой важный орган, да? Ну понятно, человек лишился рук, ног, почки. Но сердце, там «я». Сегодня есть люди, у которых искусственное сердце. Им сделали операцию, и они годами живут с искусственным сердцем. И «я» не исчезла. «Я» не исчезла. Или другие говорят, «Мое «я», наверное, в моей крови находится». Получается, если переливание крови, то ты уже другой человек становишься. Нет? Нет? И смотрите, 1 Коринфянам 15 глава, 50 стих. Потому что есть некоторые верующие, которые берут места из Ветхого Завета и говорят, вот, нельзя даже кровь переливать, в крови «я», моя душа. Нет. Смотрите, написано. «Скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божье. И тленное не наследует ни тление. Ни наше тело, ни наша кровь в вечность не пойдут. Поэтому, когда тебе переливают кровь, твое «я» не меняется, ты не кровь. Ты скажешь, хорошо, ладно, ну, понятно, не руки, понятно, не ноги, не почка, не желудок, не сердце, не кровь. Но как же быть с нервной системой, с мозгом? Да? Как же быть с этим? Я думаю, когда мы в одно из воскресенья с вами смотрели, помните, фильм «Я дышу» про человека, у которого была болезнь, постепенно отмирали нервные клетки, и у него переставали. Помните, его нервная система становилась все меньше и меньше. И он не мог двигать сначала руками, потом ногами. Помните, да? Однако внутри себя этот человек не чувствовал ущербным. Он оставался таким же. Он оставался таким же. И, возможно, в будущем будет время, когда, как раньше считалось, искусственное сердце – это что-то такое, как это такое может быть? В будущем, возможно, и будет там заменять часть мозга на искусственные. Почему нет? Это материя. И получается так, что мы заменимы материально. Нам можно дать искусственное сердце, нам можно дать другую кровь. С развитием медицины это все больше и больше ясно. Правда же? Это меняется физическое, но я-то остаюсь таким, почему? Значит, я – это не физическое. Более того, клетки нашего тела меняются, и человек каждые семь лет у него клетки обновляются. Некоторые клетки быстрее обновляются и чаще, другие клетки дольше обновляются, но каждые семь лет клетки обновляются. То есть получается, вот мне 42 года, все мои клетки уже шесть раз обновились. Это уже я шестой. Виктор номер шесть. Я смотрю на фотографию, где я номер один, мне, может быть, пять лет, вообще не похож. Однако внутри-то я ощущаю связь, хотя это тело на фотографии этого шестилетнего мальчика и то, что есть у меня, ничего общего уже нет. Ни с чем. Все обновилось. Клетки мозга, клетки... Все. Но что-то-то ведь осталось. Понимаете, о чем я говорю? Что-то-то ведь осталось. Значит, ты намного больше, чем просто физическое тело. Я думаю, яркий пример, о котором многие из вас слышали, это Ник Вучич. Вот маленький ролик о человеке, который чувствует себя полноценным, хотя же родился и без рук, и без ног. Но назовешь ли этого человека ущербным? Вот смотрите. Привет, Россия! Я Ник Вучич. Привет, Россия! Я Ник Вучич. И я хочу, чтобы вы знали, что я счастлив. Я живу полной жизнью и надеюсь, что моя жизнь и моя улыбка вдохновят вас на то, чтобы никогда не сдаваться. Это был 1982 год. Семья ждала первенца. Исследования ультразвуком обещали здорового мальчика. Но сначала присутствовавший на родах отец увидел, как на свет появилось плечо без руки и выбежал из родовой, чтобы жена не увидела его изменившегося лица. Потом заглядят сестры, забегали плачущие врачи и поспешили унести младенца, который, понятное дело, плакал тоже. Моя мама. Ей было очень тяжело в самом начале. Конечно, отец сражался. Мама не могла держать меня, кормить грудью. Четыре месяца она приходила в себя. Проблемы решали по мере их поступления. У Ника есть подобие стопы вместо левой ноги. Благодаря этому он научился ходить, во что не могли поверить доктора. Как большинство детей, он был уязвим и отвергал любую помощь в своем стремлении быть нормальным ребенком, какими росли его младший брат и сестра. Родители вселяли без страша. Ты не знаешь, чего можешь достичь, пока не попробуешь этого. Мик научился падать в бассейн и плыть, ложиться животом на скейтборд и отталкиваться пяткой. Он уже умел писать ручкой и пользоваться компьютером. Родители придумывали различные приспособления. У меня был ножной насос в душе на полу, при помощи которого я поливал шампунем голову и терся ей о стену. Вот так я научился принимать душ. Электрической зубной щеткой я могу сам себе чистить зубы. Я просто хочу, чтобы люди знали, что иногда в нашей жизни мы и есть те, кто накладывает самые большие ограничения на свою жизнь. Его и без того неустойчивый мир едва не рухнул, когда в школе, известная детская жестокость, одноклассники устроили ему травлю. Было так больно и так непонятно, за что все это, что однажды он сдался. В 10 лет я попытался свести счеты с жизнью в 50 сантиметрах воды, в нашей ванной. Тогда меня остановила одна мысль. Я понял, что не хочу оставлять их с этой болью на всю жизнь. Маму, папу и брата с сестрой. Они не заслужили ее. Он понял, что перед ним выбор – злиться на то, чего у него нет, или быть благодарным за то, что есть и использовать это. Что не нужно быть нормальным, достаточно быть собой. В 19 лет он изучал финансовое планирование в университете, где однажды ему предложили выступить перед студентами. На речи отвели 7 минут, но уже через 3 минуты зал хлюпал носами. Ник говорил о том, что у каждого человеческого существа есть ценность. Девочка подняла руку и спросила, могу я обнять тебя? Подошла и расплакалась на моем плече. Она сказала, спасибо, никто еще не говорил, что любит меня, никто еще не говорил мне, что я красива, ты спас мне жизнь. О, это удивительно. Я не мог себе даже представить, что нет ничего лучше в этом мире, чем помощь кому-то еще. Я думаю, одно из неверных ожиданий аудитории, перед которой я выступаю, о, это не Квучич, я никогда не буду жаловаться, потому что у меня есть руки и ноги. Но я же понимаю, что это не надежда. Ты должен жаловаться. У нас у всех свои взлеты и падения. Мы не можем сравнивать страдания. Надежда – это когда все вдруг понимают, что мы в одной лодке. Это то, что я и пытаюсь донести. Один из простых, но сложных его уроков – смеяться, когда тяжело. Свою пятку он называет окорочком. Когда дети пялятся на него на улицах и подбегают с вопросом «Что с тобой случилось?» он хриплым голосом отвечает «Все из-за сигарет». Авиашутки от Вучича – коронные номера. Стюардессы веселились, как школьницы, и радостно участвовали в розыгрыше, когда однажды Ник переоделся в униформу пилота, встал у трапа, встречая пассажиров такими репликами. «У нас сегодня знаменательный день. Мы впервые используем новые технологии управления самолетом. Вы не поверите, я ваш капитан». У людей вытягивались лица. Обычно в души заглядывает он, Ник Вучич, но однажды с ним приключилось обратное. Ему в душу заглянула она. Их познакомили общие друзья. Она понятия не имела, что Ник уже богатый, знаменит, и вообще у нее был в то время бойфренд. Она просто увидела его, а он увидел ее. Так бывает. Как он потом скажет, это была связь, которая больше нас самих. «Понимаете, да, я не могу все время держать его за руку, но я могу обнять его». Ровно через год и один день после свадьбы на свет появился Киёши Вучич. Ему еще нет двух месяцев. Ник, как когда-то его отец, стоял рядом с женой в родовой палате. «Доктор взял малыша на руки. Он лежал на животе. У него были руки и ноги. Голова чуть наклеена в мою сторону. И пока доктор отрезал пуповину, малыш смотрел прямо на меня, эти добрые 3-4 секунды, и я просто начал плакать». «Воих выступления он обычно заканчивает словами. А если по-честному, то иногда вы можете упасть вот так. И падает лицом. В жизни случается, продолжает он лежа, что вы падаете и, кажется, подняться не в силу. Тогда вы задумываетесь, а есть ли у вас надежда. Но я хочу, чтобы вы знали, неудача еще не конец». Надежда творит чудеса. А потому стоит ли удивляться, что в его личном шкафу уже много лет стоит пара ботинок. Пример Ника Вучича, он четко показывает, что мы – это не наше тело. И почему вот его жизнь так вдохновляет, хотя ведь большинство смотрящих, они имеют и руки, и ноги. Хотя у большинства людей есть, в отличие от Ника, и руки, и ноги, но огромное количество людей на земле недовольны тем, что они получили. И некоторые просто обижены на Бога. «Бог, почему я такой? Вот почему у меня вот такое тело? Почему вот я вот, ну, вот, успешным, красивым быть намного легче? И успех они достигают намного проще. А я вот такой? И обижены. Я говорил, что стандарты красоты меняются, а мы себя мерим по нашим каким-то стандартам, и мы часто недовольны собой. Мы недовольны собой. И постоянно ропщим. Что мы не такие, мы не такие. На самом-то деле драгоценные. Нам не за что роптать, потому что ни одного человека, да, Бог нам дал разные тела, но ни одного человека Бог не сделал ущербно. Полноценной жизни она не в теле находится. Вообще не в теле находится. Поэтому стандарты красоты меняются. И то, что, может быть, ты физически не всегда соответствуешь этим стандартам, не говорит о том, что ты какой-то не такой или ущербный. Некоторые женщины, они так сильно завидуют моей жене, потому что моя жена, она может есть сколько хочешь и оставаться при этом худой. Мама многодетная. Ну, вы думаете, она своим телом довольна? Поэтому, когда ты осознаешь, что я это не тело, скажешь, пастор, я не материалист, я знаю, что ты не материалист, но немало верующих себя с телом отождествляют. Когда ты понимаешь, что ты не тело, то ты освободишься от многих комплексов. Вот в этом-то и есть изюминка знаменитого мультфильма Шрек, когда в конце, в отличие от стереотипа, когда он и она становятся прекрасными принцем и принцессой, они оба в конце стали оба Шреками. Этот фильм показывает, что счастье отношений не в том, чтобы быть оба прекрасными, а в том, чтобы быть соответственными друг другу. Вот в чем счастье семейной жизни. Если бы счастье семейной жизни не было в красоте, то самые бы крепкие пары были в Голливуде. А это не так. Это не так. Поэтому твое тело это не твое я. Это то, что тебе дано лишь на время. И я говорил, да, что нужно, конечно, об этом заботиться. Потому что тела ваши написаны в послании к Коринфянам. Что? Храм живущего у вас Святого Духа. Нужно об этом временном здании, и, конечно, заботиться. Конечно, нужно заботиться. Но нельзя его переоценивать, этот храм. И нельзя этот храм отождествлять с собой. Нельзя. Это иллюзия. Теперь давайте посмотрим, а что же следует из этой иллюзии, да? Я – это мое тело. Что же следует из этой иллюзии? Иллюзия номер два. Мое я является мужским или женским. То есть, кто такой ты? Я женщина или я мужчина. То есть, отождествлять себя со своим полом, со своей гендерной принадлежностью. Я об этом говорил на женской конференции, но некоторые моменты я хотел бы еще раз повторить. Смотрите, тело наше бывает мужским и женским, но поскольку мы не наше тело, то мы понимаем, что мужчина и женщина – это лишь что-то временное в нашей жизни. Это не навсегда. И когда сегодня смотришь на современный мир, худшее, что может случиться с женщиной в некоторых странах, в некоторых культурах – это остаться незамужней или остаться бездетной, или мужчина лишиться своей сексуальной там потенции. Все уже это не мужчина. Все уже это уже какой-то напрасный человек, если он не способен вас как бы производить детей. И Евангелие очень четко показывает. Евангелие от Матфея, 22 глава. Смотрите, это слова Иисуса Христа, которые противоречат немалому количеству видений разных там служителей христианских, которых там были на небесах и видели там прекрасные семьи и мужей, которые торопятся быстрее домой, к своей жене, к своим детям. Поэтому я в эти видения не верю, они не соответствуют священному Писанию. Иисус учил. Смотрите, 22 глава, 23 стих. В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его, учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас семь братьев. Первый, женившись, умер, не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подобно и второй, и третий, даже до седьмого. После же всех умерла и жена, крепкая была женщина. Итак, в воскресении, которого из семи будет она женой, ибо все имели ее. Вот эти вопросы, они могут возникнуть только у людей, которые не понимают, кто я такой. Они и на небесах мужики и бабы. Иисус же говорит, заблуждайтесь, не зная Писания, не силы Божьи, ибо в воскресении не женятся, не выходят замуж, то есть там не будет этой семейной жизни, но пребывают как ангелы Божьи на небесах. то есть на небесах мы будем как ангелы Божьи, то есть мы будем как те, кто не имеет пола. Пол относится к чему-то земному, хотя я понимаю, у нас и ангелов рисуют больше как мужчин, потому что ангел он, он, но не думайте, что на небесах мы все станем мужчинами. Нет, нет никакого преимущества. И все вот эти молитвы, как знаменитая еврейская молитва «Слава Богу, что я не женщина», это лишь проблемы чисто земного понимания. Поэтому когда опять-таки проблема, когда все думают, надо, чтобы обязательно мальчик родился. Мне вот спрашивают, пастор, ты так рад, что у вас сын родился? Я говорю, я рад, но ничуть не больше, чем я был рад, когда он не рождались дочки. И, конечно, нам этого сына последнего подарил Господь. Если бы не подарил, я бы не был менее счастлив. Что, ой, у меня дочки, как же я так вот? В чем же я продолжусь? Не в них же? Ну, это наши земные, понимаете, да? Это наши земные стереотипы. Как в том старом анекдоте, когда в семье у них после многих девочек родился мальчик, они такие счастливые, счастливые, папа с мамой. И говорит, ну, на кого он похож? А мы не знаем, мы еще на лицо не смотрели. И приходят такие стереотипы, когда некоторые мужчины, они чувствуют, что у них все нормально только потому, что они родились мужчинами. Они родились мужчинами, и у них уже, можно сказать, жизнь удалась, все в порядке. И растут такие трудни в семьях, правда же? И после определенного возраста там выходит на пениси, смотришь, бабушка, она продолжает уже там по внукам, везде возит, там что-то готовит, там всех сидит с детишками. А дед такой сидит, и все, с газеткой, и потому умирает, а делать-то нечего. Потому вот, семья умерла, она все живет, дела много у нее, вот, дела этому драгоценное мы, это не наш, не наш пол. Более того, все последние исследования, они показывают, когда проводились исследования, знаете, есть такие стереотипы, что у женщин лучше интуиция, мужиков тяжко с интуицией, там, мужики лучше в пространстве ориентируются, так все эти исследования, они показывают, что это больше стереотипа, это для психологов хорошо, чтобы деньги получать за консультации. Когда проводили исследования, там, если и были различия, минимальные различия. Потому, знаешь, женщины, они намного хуже машины водят. Это все стереотипы. Женщины водят машины не хуже. По-другому часто водят. Если бы женщины водили машины хуже, то в странах, например, в той же Америке или в Европе, где количество женщин за рулем ничуть не вступает мужчинам. Все-таки у нас все равно еще мужчин побольше. Хотя и у нас все больше и больше женщин. А вот я помню, в советское время видеть женщину за рулем, это было вообще нечто. Помните же, да? Сейчас все больше и больше. Но в западных странах, где женщин не меньше, процент аварий с участием женщин не больше ничуть. Даже наоборот. Потому что мужчины, они хуже, они больше рискуют. Чаще в аварии попадают. Поэтому, дорогие, когда вот это начинается, нет, они там что-то хуже. Ничуть не хуже. Ничуть не хуже. Это все стереотипы. Все стереотипы. Я говорю, а почему же тогда так кажется? Так существует миф, в него веришь? Вот и происходит. Потому что мы чаще всего верим. Но наш пол, это наша временная роль. Внутри тебя, твой внутренний, вот настоящий я, который будет идти вечность, он не мужчина. И он не женщина. Он замуж не выходит. И не женится. И на небесах ты не будешь ни чьей женой, ни чьим мужем. Поэтому, драгоценные, порой мужчинам так трудно к некоторым образом. Это же все образы. Когда он же, как это? Я невеста Христа. Мужчине трудно представить. Но ты не будешь всегда мужчиной. Ты не будешь всегда мужчиной. Внутри мы просто чадо Божье. Чадо Божье. И тут нет никакой разницы. Никакой разницы. Это лишь наша временная роль. Поэтому, когда мы ищем настоящего я, я, это первое, не тело. Второе, я не мой пол. Третья иллюзия, которая опять-таки исходит из того, что я тело. Мое я является расой или национальностью. Я не случайно сказал, грех пройти мимо цели. Когда мы ищем себя, не там зло приходит. Сколько боли, страданий и зла, когда люди себя с телом отождествляют. Сколько мучений. Сколько мучений, когда себя с полом отождествляют. Сколько мучений на земле, когда люди себя с расой отождествляют. Кто такой я? Я русский. Я там казах. Я американец. Или афроамериканец. исходя из этого куча теорий у нас особая душа потому что мы русские у русских в генах духовность откуда и приходит национализм потом нацизм потом фашизм потому что если ты делаешь себя особенно, значит другие уже не особенные ну не такие по крайней мере как мы особенные и уже получается кто-то выше, кто-то ниже Священное Писание четко показывает Галатам 3 глава 26 стих ибо все вы сыны Божьи поверя во Христа Иисуса все вы во Христа крестившись во Христа облеклись опять-таки этот образ сыны Божьи дети Божьи это не то, что мы там все будем мальчиками потом, нет это лишь образ как и образ невесты Христа мы там не будем женщины все нет уже иудея ни язычника нет раба ни свободного нет мужского пола ни женского ибо все вы одно во Христе и Иисусе конечно же после покаяния мужчина остается мужчиной женщина женщина русский русским француз французом украинец украинцем мы остаемся нашим но Павел апостол показывает нам что это не несет значение в вечности он показывает что во Христе Иисусе то есть в нашем настоящем нашей истинной сущности которая прибудет вовек а не временно здесь на земле там нету пола там нету национальности нету расы поэтому настоящий я никак не связан с моей национальностью и с моей расой это лишь нечто земное что дано мне исходя из того что я часть материального мира и я имею материал и я живу в этом в этом физическом теле следующее иллюзия все мы рассматриваем иллюзии относящиеся к нашему телу да иллюзия номер 4 мое я является возрастом такое я вообще нестабильным появляется но к сожалению многие отождествляют себя со своим возрастом поэтому получается что я каждый год меняюсь отсюда опять страдание когда ты видишь как говорит грешковец что со всем этим становится все только хуже что-то уже отказало что-то уже не так хорошо работает и получается это я становлюсь все хуже и хуже это я в молодости помню и думал что когда видишь пожилого человека он такой старенький и внутри тоже но чем больше я подхожу ко второй половине жизни тем понимаю больше что люди в пожилом возрасте внутри вообще часто чувствуют себя далеко не стариками физически они как-то изменяются безусловно второе коринфянам 4 глава то есть все что мы сейчас обсуждаем все это основано на писании я показываю лишь некоторые места второе коринфянам 4 глава 16 стих посему мы не унываем но если внешне внешне наш человек и тлеет то есть наше физическое тело стареет то внутренний со дня на день обновляется ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном при избытке вечную славу кратковременное легкое страдание Павел называет старение старение тела тело стареет болезни какие-то появляются страданий больше ограничений больше даже если ты занимаешься физическими упражнениями все равно ты меняешься но смотрите что дальше но когда мы смотрим не на видимое но на невидимое ибо видимое временно а невидимое вечно поэтому возраст наш это тоже некая временная вещь да тело стареет но внутри все по-другому там другой процесс идет ты настоящий не стареешь вместе с телом понимаете тело и старение тела это легкое страдание некая временная вещь да на земле это данность но лишь на земле это не имеет отношение к тому настоящему я который пребудет вовек и в послании к евреям вторая глава как дети причастны плоти и крови то и он иисус так же воспринял оные дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти то есть дьявола почему отождествляет себя отождествляет себя обрекать себя на постоянном страхе перед смертью потому что если это твой воздух ты отлично понимаешь люди это всё равно что открытие салфетки кто из вас был на женской конференции вы помните я там показывал старинную картину 19 века жизнь женщины от колыбели и до гробовой доски помните И обратили внимание, там эта жизнь в виде треугольника. Здесь маленькая лялька только что родилась, потом девочка, потом уже девушка, потом уже замужняя такая невеста, потом мамочка с ребенком, потом уже такая зрелая женщина, пик жизни средние года. А потом что? Уже женщина в возрасте, потом уже стареющая бабушка, песок сыпется. И уже могилка, и могилка, и вот жизнь, и вот жизнь. И вот вы знаете, в чем разница? Почему? Говорят, кризис среднего возраста. В чем кризис среднего возраста? Кризис-то? Некая вершинка. Как у знаменитого поэта «Земную жизнь», пройдя до половины, я оказался в сумрачном лесу. Почему же в средние годы этот сумрачный лес? Потому что здесь ты знаешь, что ты умрешь. Для тебя смерть, ты ее не видишь. Вот ты поднимаешься, она для тебя такая гипотетическая идея. Ты умрешь? Да, наверное, скорее всего. Да, конечно, все умирают, и я умру, но ты этого не понимаешь. Поэтому так много самоубийств среди подростков и молодых людей. Они думают, я убью себя, а наутро мама меня разбудит. Они не понимают. Но когда приходит средний возраст, ты не просто знаешь о смерти. Ты уже видишь, ты уже начинаешь спускаться. Для тебя смерть уже не просто гипотетическая идея. Для тебя это уже то, что ты видишь. И уже все меньше и меньше твоих одноклассников в живых. И больше и больше могилок твоих родных. И в своем возрасте, в определенном возрасте, как знаешь, как моя дочка говорит, папа говорит, у меня еще никогда никто из близких не умирал, да? А потом приходит момент, когда ты смотришь, а таких близких все больше и больше, а таких друзей все больше и больше, и ты четко понимаешь, куда ты идешь. Ты уже не просто, я знаю, что я умру. Ты видишь, что ты умрешь? Ты уже завещание пишешь? Я уже своей жене четко описал свои похороны. Чтобы меня не похоронили, а бы как. Нельзя доверить ничего на самотек. Правильно? Все должно быть красиво. Поэтому драгоценное, когда ты отождествляешь себя с возрастом, то даже будучи христианином, ты живешь в страхе перед смертью. Но поскольку ты не тело, то ты и не возраст. Это вообще-то радостная весть. Ты не возраст. Поэтому, когда говорят, пастор, 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 а вот как ты думаешь, а на небесах мы будем в каком возрасте? Есть даже такая идея, популярная среди христиан, что мы будем там все, как Иисус, по 33 года нам будет в среднем. И когда ты слушаешь такие идеи, ты четко понимаешь, что люди ничего не понимают. Они отождествляют себя с возрастом. Они выбрали так, что я не маленький и глупый, но уже не старый и немощный. Тридцать три, тридцать три. Самый хороший возраст. И выбрали такой. Вот так вот. Уже не надо там в школу ходить и в институт. Но еще не пенсия. Смешно, когда люди думают, в каком я буду в возрасте в мире, где времени нет. В каком ты будешь в возрасте? Ты не тело. И ты не возраст. А как я буду там? Ну вот. Узнаешь потом, как ты будешь там. Для того мы и начинаем этот цикл проповедей, чтобы ты понял, какой же ты там будешь. Все четко поймешь. Ну и иллюзия номер пять. Последняя иллюзия, связанная с нашим телом. Она кажется наиболее явной. Ну вот вы знаете, хотя вроде бы все понимают, что это иллюзия. А ведь большинство людей живет так, словно это реальность. Иллюзия номер пять. Мое я связано с моими приобретениями. Переделывая слова одного мыслителя, я владею, следовательно, я существую. Когда люди отождествляют себя с вещами. Кажется, это же явная ложь, но все это понимают. Но миллионы живут так, как будто это правда. Берешь у ребенка маленького игрушку, он начинает сразу орать. Причем через минуту он уже забывает. Но эмоции вначале очень бурные. Вещизм становится буквально частью нас. Мой дом. Моя машина. Поэтому много мужчин, вот зайдешь там в социальные сети, много мужчин купили новую машину, надо фотографироваться. Вот я с машиной. Хоть и старенький, но Мерседес. И он как бы чувствует, как бы, понимаете, вот если он без машины, это как бы не совсем он. Как бы ты никогда не поймешь, кто такой он, если не увидишь его машину. И только увидев его машину, ты поймешь, кто он такой. Играет музыка. Моя одежда, мои деньги Люди безумно ищут себя в вещах И на самом деле в этих вещах себя теряют Мы живем в век потребления Все вокруг нам буквально навязывает Купи, купи, купи Цель рекламы убедить тебя, что эта вещь Она сделает тебя круче Вот такие люди, как я Они носят именно такую фирму одежды И люди с помощью вещей пытаются себя усилить Я хорошо запомнил, как Жена одного известного служителя Приехала к нам В гости Когда мы только-только Построили дом И когда она зашла, посмотрела И потом мы пили чай Она сказала такую фразу Которая просто сильно резанула меня Она сказала Виктор, я увидела тебя Новыми глазами Ты, оказывается, не совсем такой Как я думал раньше Она хотела мне сделать комплимент Но получилось так Что мне после этого перестало Интересно с ней общаться Мы, конечно, улыбались То, что я переехал из квартиры в дом Это ничуть не сделало меня лучше Или весомее Или значимее Вы понимаете? И может быть, там было бы время Я бы, может быть, эти деньги куда-то отдал Или пожертвовал Или что? Что? Я стал хуже бы из этого? Или то, что раньше Ой, наш пастор живет в доме А, наш квартиринк Ну Что это? Это мы отождествляем себя С нашими вещами Понимаете? Мы отождествляем себя С нашими С нашими вещами Если у тебя не модное Значит, что-то не так с тобой Что-то не так с тобой И не думайте, пожалуйста Что Я вот так говорю Что вот такие все А я вот такой хороший Поймите Это всех нас касается Я некоторое время назад Отдал свою модную технику И взял старый телефон жены Я даже на одном собрании показывал Старую Ноккио Взял старую Ноккио Я помню момент однажды Я летел в другой город Для проповеди И вот я лечу в город И я обычно Наши служители знают Я очень редко звоню По телефону Ну, не так часто это происходит А тут меня должны были там встречать И они просили Как только приземлюсь Сразу набрать Чтобы они, ну Не опоздали И вот я летел Это было из Москвы В Санкт-Петербург Нет, из Да, из Москвы В Санкт-Петербург летел Вот И я лечу Прилетаю А я вот так сидел И рядом со мной такая Девушка симпатичная сидела А рядом с девушкой Еще какой-то бизнесмен такой Сидел Я прилетел И мне надо было Достать свой телефон И вдруг я почувствовал Что мне Стыдно Я этих людей Вижу всего Один час И больше Возможно Никогда их в жизни Не увижу Но я почувствовал Мне стыдно Достать свой телефон Мне хотелось сказать Вы знаете Я свое отдал У меня был айфон Когда еще вообще В России Айфонов не было Типа показать Что я Не какой-то такой Обойденный жизнью И когда я почувствовал Что мне стало стыдно То мне стало стыдно За то Что мне стыдно То есть это всех касается Всех людей касается Мы Где-то вот на каком-то уровне Отождествляем себя с вещами Я не к тому говорю Что ну сейчас давайте В рубищах Веригах Не в этом дело Потому что Вы понимаете Вещизм Это не только то Что касается богатых Это касается всех И бедных в том числе Потому что проблема Не в обладании вещами А в желании вещей То что Библия называет Алчность Бедные не менее алчные Чем успешные и богатые люди Такое же самое желание А вот я-то хочу Но не могу себе позволить И злюсь И злюсь Люди злятся Злятся У меня есть один из Любимых фильмов Я вам хочу Маленький кусочек Показать из этого фильма Идет несколько минут буквально Как герой этого фильма Оказывается на концерте Модной в то время группе И солист групп Разбивает гитару Тоже была фишка В свое время очень популярная И обломки гитары Бросает В толпу фанатов Вот посмотрите ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Она пытается придать вещам то значение, которое при ясном свете нету вещей этого значения. До сих пор помню эту знаменитую историю, когда несколько лет назад один китайский парень, чтобы купить себе новый айфон и айпод, продал свою почку. Продал свою почку и купил себе новый айфон. Была знаменитая такая, нашумевшая история. Сейчас уже и этот айфон, и этот айпод устарелые модели, а почки нет. То есть, понимаете, я понимаю, что тело, мы и не тело, но, по крайней мере, мы должны жить полноценно. Люди для себя отождествляют с вещами, готовы просто делать безумные вещи. Безумные вещи. Один человек рассказывал, как приходил к женщине, умирающей от рака. У него была последняя степень рака, он приходил к ней, беседовал. Это была состоятельная женщина. И как-то раз она сказала ему, знаешь, у меня пропало кольцо с бриллиантами. Одно из самых ценных вещей у меня. Я знаю, что это, скорее всего, это девушка, которая приходит убирать у меня в доме, она стащила это кольцо. И она спросила, что ей сделать, что ей сделать, подать в полицию или самой поговорить. Этот человек ей сказал, знаешь, я не знаю, сколько тебе осталось дней, недель. Не знаю, сколько тебе осталось. Ты считаешь, это оставшееся время, оно стоит того, чтобы немалую часть его посвятить суду и разборкам. Она подумала и поняла, что не стоит. И просто забыла об этом. И этот человек говорит, после ее смерти, родственники прибирались, и там в одной из коробочек в ванной нашли это кольцо. А она могла бы потратить последние дни своей жизни на суд, разборку, выяснение и обвинение человека, который в этом был не виноват. Дорогоценное. Каждый из нас. Вот ко мне тут один брат подбежал, говорит, Виктор, Виктор, давай помолимся. Я говорю, за что? У меня там есть одна знакомая, вот там-то, у нее мама умирает. Я говорю, за что будем молиться? Ну помолимся за нее. Я говорю, за что? Она умирает. Я говорю, давай за тебя помолимся. Я говорю, почему? Ты умираешь, говорю. Или за меня, я умираю. Кто из нас здесь не умирает? Поднимите руку. Мы все умираем. Это вопрос, когда? Но когда ты родился, ты уже начал умирать. Я понимаю, мы молимся за исцеление, но так просто молиться, чтобы не умирать, это смешно. Мы все находимся в пути к концу физического бытия. Все. И неужели же это мы должны тратить? Сколько жизни мы тратим? На тяжбы друг с другом. А вот это, особенно когда там кому-то, сколько я даже как пастор выслушивал, а вот там тому-то оставили, а мне не оставили наследство. А вот тому-то дали, а мне не дали. Хотя я думал, что мне дадут. А мне дали, но не то дали. Поэтому смотрите, Матфея, пятая глава. Вот в свете этого, вы знаете, что Бог будет делать? Многие места Писания во время этого цикла проповеди станут более понятны. Более понятны. Матфея пишет слова Христа, сороковой стих. «Кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай. И от хотящего занять у тебя не отвращайся». Это не значит, что теперь, когда мы уходим, мы не должны закрывать дверь и должны все раздавать. Иисус учит, чтобы мы не держались за вещи, не делали вещи частью себя. Это лишь вещи. Это лишь вещи. У меня одно время, один мой родственник, он ходил в церковь и так охладел, увлекся политикой, что-то в бизнес пошел куда-то. А потом снова стал в церковь ходить. Я говорю, что так? Что на тебя повлияло? Он говорит, знаешь, Виктор, я когда стал общаться с этими богатыми людьми в нашем городе, я вдруг увидел, говорит, вот эти люди, у которых столько денег, они даже часто не знают, что с деньгами делать, говорит. Он говорит, ну он купил себе яхту, ну еще одну купит. Ну купил себе где-то там дом в какой-то стране, ну в другой себе еще купит дом. А при этом внутри они такие пустые, хотя много могут себе позволить. Я вдруг понял, не стоят эти вещи того, чтобы этому жизнь посвящать. Вещи, которые могут от нас спрятать наше я. Порой люди только на смертном одре понимают, как ничтожные вещи. Поэтому так среди христиан бывает популярно. Знаете, когда вот там кто-нибудь там, Чарли Чаплин или еще какой-то известный человек написал перед смертью письмо. Там другу, дочери, внучке. И в этом письме он так, обычно люди пишут о том, что такое настоящее, а что ерунда. Это такие популярные письма. И такое чувство, что чтобы это понять, нужно только уже перед смертью находиться. Я думаю, что мы должны это понять сейчас. Мы должны это понять сейчас. Вещи не имеют ничего общего с тем, кто ты есть. Ничего. Когда я переехал в дом, я не стал лучше, круче, помазанней. Нет. И вот Евангелие от Луки, 16 глава, 13 стих. «Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне». Слышали все это и фарисеи, которые были стрибролюбивы, и они смеялись над ним. Фарисеи – это были верующие люди. Я еще раз говорю, одержимость вещами не связана с достатком. Есть малоимущие, которые одержимы вещами не меньше, если не больше богатых. Дело не просто в обладании чем-то, а в желании вещей. На этом вся реклама играет. «О, эта модель устарела, о, этот телефон устарел, хо, это уже никто не носит, уважающий себя». Все на этом, вся индустрия моды, все на этом построено. Сделай тебя заложником временного, рабом временного, поклонником временного. Это, к сожалению, охватывает и верующих людей, поэтому и в христианстве возникают целые учения о том, что если Бог любит, у тебя все тип-топ, все самое классное, чем более классные вещи, тем больше тебя Бог любит. Ты же серьезно об этом учатся, об этом серьезно проповедуются. Известные проповедники. И печально не то, что об этом проповедует там кто-то. Дело-то ведь не в этих людях, не в этих проповедниках, а в том, что есть спрос, есть и предложение. Когда мы хотим что-то слушать, находятся люди, которые будут ласкать наш слух, понимаете? Мы хотим это слушать. Большая часть христианства хочет этих учений, поэтому им и дают, что они хотят. Мы хотим, чтобы у нас все было классно, все было, вот нас Бог любит, и у нас все супер-пупер. Но если мы читаем с вами Евангелие, смотрите, об этом даже, об этом даже спорить глупо. Там был ли Иисус? Там Иисус был богатый. И они учат. Иисус ходил в брендах. Почему? А его одежде бросали жребий. В это может верить только человек, который вообще не знает Евангелия. Когда он видит, что ради, знаешь, дорогая одежда, давайте бросать жребий. Ты читай, что было с Иисусом до этого. Его одежда, это была кровавая лохмотья. Понимаете? Это были кровавые лохмотья. То, что они бросали жребий, это был акт издевательства, а не желание обладать его одеждой. Ну как? Как это можно вас... Даже спорить об этом глупо. Смотрите, 1 Тимофеев 6 глава 5 стих. Пустые споры. Вот есть эти пустые споры. Даже не спорьте. Есть огромное, особенно в нашем христианстве, огромное количество людей, которые хотят это, и они верят в это, и они молятся об этом. И часть их духовной жизни большая посвящена промаливанию успеха в своей жизни. Не спорьте. Это пустые споры. 5 стих. Между людьми поврежденного ума, чуждыми... Это с умом проблемы. Чуждыми истинной, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. Павел четко пишет. Не надо спорить, не надо что-то доказывать. Удаляйся. Удаляйся. Вот это греческое прибыток, это прибыль или средство наживы, дословно. Великое приобретение, 6 стих, быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Это не ты. Ты ничего не вынесешь. Вообще ничего не вынесешь. Не квартиру свою новую, не красивые пластиковые окна. Ничего. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться, заметьте, здесь и написано богатые. Некоторые говорят, богатство грех. Не-е-е. Из Евангелия оно показывает, грех, он внутри живет, он не в вещах живет. Бог может тебе дать, чтобы ты пользовался. Нет ни греховного богатства. Грех в постоянном стремлении наживаться. А желающие обогащаться впадают в искушение и сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть не сребро, а что? Серебролюбие. Вот что корень? Корень жажда наживы. Вот алчность, которому предавшись некоторые, в то время было то же самое, уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Сколько бы ты ни получил, сколько бы ты ни заработал, всегда будешь недоволен. Подвергли себя многим скорбям. Многим скорбям. И вот посмотрите, вот это же слово прибыток, прибыль, нажива, обогащение, иметь изобилие. Вот обогащение, это слово у нас греческого, это богатеть, иметь изобилие. Это же слово используется в Откровении, 3 глава, 17 стих. Ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не зная, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. В это состояние впадают христиане, и 1 Коринфянам, 4 глава, 8 стих. Вы уже присытились, вы уже обогатились, то же самое слово в греческом. Вы стали царствовать без нас, о, если бы вы в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать. Вы знаете, экономисты говорят, что сегодня на земле есть все необходимое для того, чтобы каждый человек из, по-моему, уже 7 миллиардов с лишним имел еду. Однако каждый день люди умирают в нищете, в голоде. Проблема не в том, что у нас мало, проблема в том, что мы алчны. Мы алчны. Поэтому, драгоценные, важно помнить, я это не то, чем я владею. Ты ничего не принес, ничего не заберешь. Ты отличаешься от этого.